Черно-белое сомбреро – национальный символ Колумбии. Эти шляпы здесь повсюду. Такие носят индейцы Зину, чья культура насчитывает тысячелетия. И по сей день сомбреро – источник дохода для тысяч колумбийских семей. Искусство их плетения передаётся из поколения в поколение. «У нас есть те, кто производством этих шляп зарабатывает себе на жизнь. 98% населения живёт за счёт ручного труда». Фигурки на шляпе взяты у индейцев, которых вдохновляли животные. Те люди были очень творческие. Создание такого сомбреро – процесс небыстрый. Для начала нужно собрать, обработать и высушить тростник особого вида, который растёт в этом регионе. Потом волокна сортируют по цвету. Те, которые темнее, окрашивают дополнительно путём кипячения в течение нескольких дней в грязной воде. Получается очень тёмный цвет. Затем плетение. Плетут шляпы и старый млад. Завершают изделие сборкой и обработкой на ножной швейной машинке. Чем гибче получается сомбреро, тем выше его качество. Гибкость зависит от мастерства ремесленника и количества переплетаемых вместе волокон. Адалис Моралис родилась без рук. Однако это не помешало ей стать одной из лучших мастериц по плетению сомбреро в регионе. «Учиться плести сомбреро начинают в пятилетнем возрасте. Все, кто может. Я начала в восемь лет, потому что мои возможности отличались. Я родилась без рук. Моих братьев, моей мамы. Плести эти шляпы в крови. Но важнее всего то, что это наша культура. Это сомбреро – наш самый важный национальный символ». Производство одной такой шляпы может занимать от одного дня до целого месяца. В зависимости от сложности выплетаемого узора.